В субботу президент США Дональд Трамп еще раз повторил, что у его предвыборной кампании не было абсолютно никакого сговора с Россией. Об этом президент сказал прессе, комментируя обвинения в даче ложных показаний ФБР, которые в пятницу были официально предъявлены его экс-советнику генералу Майклу Флину. Позднее в Твиттере Трамп назвал действия Флина в период передачи власти новой президентской администрации законными. Он также сказал, что уволил Флина с поста советника по национальной безопасности как раз за обман вице-президента и ФБР. В ночь с пятницы на субботу Сенат США утвердил законопроект налоговой реформы. За его принятие проголосовал 51 сенатор, 49 выступили против. Единственным сенатором и республиканцем, отказавшимся поддержать инициативу, стал Боб Коркер. Командующий объединенной группировкой США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил в субботу, что в результате операции, проведенной в провидции Гельмент, были уничтожены запасы наркотиков на сумму в 50 миллионов долларов. Доля афганского опиума составляет около 85% на мировом рынке. Доходы от продажи наркотиков, по оценке американских военных, обеспечивают до 60% финансирования группировки Талибан.